Сегодня во всех школах страны должны были зазвенеть последние звонки. Однако из-за пандемии выпускники впервые прощаются со школой онлайн. С нами в студии Полина Жданова. Она разбиралась в этом вопросе. Полина, ну как настроение у выпускников? Да, Андрей, здравствуй. У выпускников настроение, как и у их родителей, грустное, тем более, что они готовились к прощанию со школой с 10 класса. Последние звонки сегодня для всех звучали онлайн. Поздравления и видеообращения к учащимся их педагоги записали и разместили на школьных сайтах. Мы бы сильно хотели, чтобы и последний звонок, и выпускные вечера прошли, потому что для ребятишек это знаковые события в их жизни. Но есть законы, которые мы не имеем права нарушать. Больше всего, конечно, расстроены девочки. Сегодня остались без бантов и белых фартуков. Мало того, они переживают, что и выпускных вечеров не будет. А ведь они придумывали прически, образы, макияж. Многие шили платье на заказ. Платье точно не успею походить. Оно длинное, пышное. Даже если мы будем где-то праздновать за городом, то все равно в нем не удастся повеселиться. Если денег за платье уже не вернуть, то средства за организацию выпускного родительские комитеты начали отдавать назад. В 42-й Барнаульской гимназии это 15 тысяч с ученика. Несмотря на, казалось бы, экономию, родители практически всех школ города и края жалеют, что ярких воспоминаний у их детей не останется. Конечно, мы все очень расстроены. Потому что у нас не будет красивых фотоальбомов, у нас не будет красивого фильма о том, как дети учились в 11-м классе. Но, с другой стороны, все-таки прощание со школой. Хотелось, чтобы оно было настоящим, чтобы дети последние уроки побыли каждый на своей партии. А вот жители Санкт-Петербурга все еще верят, что выпускные пройдут. Правда, значительно позже срока. Питер сейчас с нами на связи и готов сказать пару слов. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кудлай Евгения. Я мама выпускницы Санкт-Петербургской гимназии номер 209, Павловской гимназии. И, конечно, хочу сказать, что Петербург не так представлял себе выпуск 2020. Конечно, каждый родитель, наверное, устроит, выделит как-то этот день в своей семье. Но традиционных празднований, конечно, безусловно, детям очень не хватает. И от этого им немножко грустно. И все-таки сегодня почти во всех школах готовили онлайн-челленджи, сюрпризы для родителей, видеофильмы, зарисовки. Создавали праздничное настроение. Ведь грустить в этот день, если и принято, то совсем чуть-чуть. Я уверен, что ребята, которые так, как настоящие герои, с успехом справились с удаленным обучением, правильно отнесутся и к новой традиции. А может, традиции, может, это будет единственная за всю историю школы Алтайского края виртуальным последним звонком. И в завершение еще раз о выпускных. Родительские комитеты школ разделились на тех, кто отменил все брони и планы и оставил детей без неофициальной части, и на тех, кто продумал несколько вариантов, в том числе отметить окончание школы в конце лета, когда выпускники сдадут все экзамены. Получится это или нет, зависит от пандемии. Но что бы ни произошло, уникальный последний звонок по интернету все же запомнится хотя бы тем, что он единственный в своем роде. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ 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 ЗВОНОК ТЕЛЕФО